Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии наш частый гость, заместитель директора Института истории государства, доктор исторических наук, профессор, член Национального Совета Бруктубай Германович Айран. Здравствуйте! Добрый день! Мы приближаемся к очередной исторической дате. 1 декабря мы будем праздновать День Президента, за ним следует День Независимости. Следующий год у нас уже год юбилейный, 30-летие независимости Казахстана. И наш портал направлен на то, чтобы поднимать эти страницы истории. Даже истории независимого Казахстана, казалось бы, было совсем недавно, но фактически многие начинают забывать, как Казахстан обрел независимость, как мы к этому пришли, через что мы прошли. Вот эти годы разрухи, трудности, распада Советского Союза, когда разрывались хозяйственные связи между республиками, когда заводы встали, не могли продавать свою продукцию, а рабочие не получали зарплату. Это были очень тяжелые годы. Рукой Германович, как вы ощущаете, как вы помните этот процесс обретения независимости? Очень хороший вопрос и очень хорошая тема для сегодняшнего разговора. Почему? Вообще вот рождение и становление новых государств для мировой истории дело не такое же частое. Вообще вот государства складываются веками. Они могут быстро разрушиться. Но само сложение государства, государство это долгий процесс. И как историк, профессиональный историк, я могу сказать, что не всегда удавалось создавать государство. Они разрушались или из-за внутренних конфликтов, или из-за внешнего вторжения. Таких случаев было тоже много. Поэтому я вот от души рад, что мы в этом году начали готовиться к празднованию 30-летия создания независимого демократического и светского Казахстана по Конституции. Оказалось так, что я тогда был молодым преподавателем. В ВУЗе работал молодым преподавателем истории. И, например, мы действительно с большим воодушевлением встретили политику гласности и перестройки, которую начал Михаил Сергеевич Горбачев. И у миллионов людей были надежды, что, наконец, люди уйдут от уравниловки, наступит новое светлое время. Но в области экономики получилось так, что реформы, которые начал Горбачев, особенно экономические реформы, они оказались, конечно, непродуманными. В результате чего... Даже губительными, да? Ну, губительными, может быть, это правильно, потому что сама экономическая система была неидееспособна. Я об этом могу вам говорить как профессионал и могу даже сказать, почему она была неидееспособна. Одним словом, она была слишком административной, там не было свободного рынка. Рынок был запрещен по законам Советского Союза, по конституции вообще, частная собственность была запрещена. Чтобы экономика могла развиваться, необходим частный рынок. Да. А предприниматели получили такое унизительное отношение, да, спекулянт. Да. И у людей было такое ощущение, те, кто занимается, скажем, торговлей, а мировая практика... Для мировой практики это обычная вещь. Все их стали называть спекулянтами. Это такая долгая история, об этом можно долго говорить. Но, одним словом, сам слом советской экономики это был неизбежный шаг. Не все знают, что советская экономика всегда была дефицитной. Она была статичной и была плохо развивающейся. Более того, она была слишком милитаризованной, советская экономика. И все это, в общем-то, в конец счете погубило Советский Союз, потому что люди перестали ждать светлого, так сказать, своей жизни. Потому что им говорили, завтра наступит коммунизм. Вот сегодня социализм развито, не развито, потом, значит, наступит коммунизм. Но проходили годы, коммунизм так и не приходил. И, естественно, у людей накопилась такая усталость. Вторая очень серьезная проблема, о которой говорил Горбачев, это гласность. Для средств массовой информации это важнейшая часть функционирования. При Советской власти, в общем-то, средства массовой информации подчинялись не законам, Арман, они подчинялись партийной элите. Я бы даже не сказал партийной элите, они подчинялись партийной верхушке. Советский Союз, по сути, это был номенклатурной стороной. В принципе, все подчинялось партии. Партия правила и политбюро уже старые, 80-летние члены политбюро, которые в сторону входили, решали судьбу государства. Простой пример вторжения советских войск в 1979 году в Афганистан. Какая была нужда входить в Афганистан, который без нас там не мог с себя разобраться. Ну и так далее, и так далее. И в этот же период сама политика гласности позволила нам, особенно историкам, узнать скрытые страницы. Это вот сталинские репрессии, судьбы народов, особенно департамент народов. Потом голод в Казахстане и так далее, и так далее. Для историков это было как бы... Почему-то историки многие поддержали перестройку. Большинство историков действительно поддержали перестройку, потому что мы ринулись в архивы, мы стали в захлеб читать новые журналы и газеты. Огонек тогда, скажем, был очень такой заметный журнал. Он выходил в Москве, мы там бегали за каждым номером. Очень серьезные такие были публикации. Одним словом, было бы такое вдохновение, что мы, страна, изменится к лучшему. Но к 90-м годам стало понятно, что классность – это хорошо. Курсы перестройки – это хорошо. Но сама экономика никак не могла стать как бы на твердые ноги, на твердые, так сказать, на четыре ноги, чтобы народ зажил хорошо, как скажем, в развитых странах. Наоборот, с каждым днем таяли надежды людей на то, что наступит лучший жизнь, действительно останавливались заводы, фабрики, не выплачивали заработную плату, не платили пенсии. Да, социальная ситуация каждый раз все хуже и хуже становится. Естественно, у людей вот эти пробелы в области экономики вызывали не только недоумение, и стали возникать вопросы. А что нужно сделать, чтобы мы могли стать нормальной страной с нормальной экономикой? И тогда вот сама идея введения частной собственности как двигателя экономики, потом свободная торговля, открытые границы. Эти идеи, конечно, это основополагающие, как бы базовые вещи для становления экономики любой страны, кстати. Тем более Казахстана, которые находятся в окружении таких крупных государств, как, скажем, Китайская Народная Республика. Одним словом, заговорили о суверенитете республик, стали создаваться новые модели развития экономики. И в Казахстане, я знаю, вот Далют Хамич Сембаев. Сембаев, первый глава от нас в Бангай. Он был первым вице-премьером, заместителем вице-премьера, тогда был Терещенко. И вот Далют Хамич, мы как-то с ним часто общались по работе. Я работал тогда при службе президента. Уже с преподавателем пришел министерство образования, оттуда, значит, меня забрали в аппарат президента, который только формировался. И с Далютом Хамичем мы часто говорили на эту тему. Возле него были очень молодые ребята, экономисты, казахстанцы. И они говорили, как оказалось введение частной собственности, свободной торговли, введения национальной валюты. И они оказались правы, кстати. Каждая республика стала искать свой путь, как выйти из этого кризиса. И я думаю, что казахстанское правительство при всех недочетах, она в целом с этой ситуацией справилась. Из всех стран постсоветского пространства наиболее лучший показатель на сегодня в Казахстане. По валам продуктов, по уровню жизни, по строительству жилья и так далее, и так далее. Другой вопрос, чтобы я не хочу занимать долго ваше время, я думаю, что грубейшая ошибка, конечно, нами была допущена в области приватизации объектов. Это была такая очень сложная проблема. Например, приватизация мелких объектов, магазины, аптеки, ресторанчики, это нормальные вещи, они себя полностью оправдали. Другой вопрос, что нефтеносные районы, конечно, нефтяные приятели, металловые скамбинаты надо было приватизировать по-другому, на мой взгляд. И я думаю, что с этим согласятся много экономистов. Но случилось то, что случилось. Да, то, что мы имеем. И многие законы принимал тогда, издавал указы и на Султанавич Назарбаев, но в то время многие законы, ряночные, пакеты этих ряночных законов принимал как раз парламент республики. Депутаты принимали. Приватизация, купонная приватизация позволила простым гражданам узаконить свои жилища. Квартиры стали их частной собственностью. Земли, дачи, дома. А Акиматы проводили приватизацию объектов обслуживания, сервиса, магазинов. Ведомства проводили, министерства проводили. Да, да, да. Газеты публиковали, как проходили первые аукционы по продаже этих объектов. И получается, из государственной собственности они переходили в частную. Частную, да. Арман, ты правильно понял? Это весь мир диверсит в этом пути. И мы этот путь прошли. В принципе, как прошли, это уже другой вопрос. Очень много людей, в принципе, до сих пор недовольны. Вспоминают свои чековые книжки, приватизационные купоны. Мы тоже вкладывали все это в инвестиционные фонды. Но их судьба как-то вот тихо ушла. Да. Это уже вина правительства, конечно. Да. Ну и люди тоже, в отличие от граждан приватических республик, например, да. Я не говорю про другие, но сами казахстанцы плохо читают законы. Даже вот приватизация, эти купоны, выкуп предприятий и так далее, и так далее. Они должны были читать и вчитываться, нанимать, если на то уж пошло, скажем, юристов. Они вместе этого ждали, пока кто-то им подскажет. И здесь выиграли те, кто рискнул. Тоже помните Бутякапитал, например? Ну да, конечно. И таких Бутякапиталов по Казахстану было довольно много в каждой области. Они изучили законы, рискнули и, в общем-то, они выиграли, конечно. Ну конечно. А здесь, скорее всего, причина в том, что народ привык, что государство ему диктует, что он должен делать. Правильно. Так Советский Союз приручил людей. Патернализм. Мы называем это патернализм, то есть, что государство тебе не даст умереть. Это неизбывная такая вера в роль государства, она десятилетиями вкладывалась в головы людей. И люди слишком верили в это государство. Так называемое, я говорю, так называемое социалистическое государство у всех сидело в мозгу. И вот многие люди думали, да, за нас государство ответит. Они не понимали, что пришло время, когда человек сам за себя должен отвечать. А в чем суть демократического государства, в чем суть рыночной экономики? Человек отвечает сам за себя. Человек свободен. Человек свободен. И люди этого не понимали. Если с этим я вспоминаю, вот слова Нарстана Ильича Назарбаева, да? Он выступал, как ты говорил, и сказал очень такую, очень серьезную фразу. Он сказал, царь юдейский, Соломон, да, по-моему? Когда он выводил из Египта евреев из рабства, он 40 лет их вел по пустыне, чтобы освободить... Моисей. А, да, Моисей. Когда Моисей выводил евреев из Египта, из рабства, чтобы они из себя выбросили все эти рецидивы рабской психологии, он вел их 40 лет по пустыне. Это такой образ, конечно, но я думаю, что он к нам тоже подходит, нам тоже много пришлось пройти, чтобы из себя выбросить вот это рабское раболепие перед государством и перед чиновниками, перед намикатурой. Ну вот прошло время, да, какое-то общество начало меняться постепенно, медленно, может быть, да, общественное сознание все равно не так быстро меняется у человека. И в конце 90-х годов был создан такой интересный своеобразный конструктивный орган, национальный совет, членом которого вас назначили. Я так понимаю, что не каждому человеку доверят такое право представлять интересы общества, его слоев в национальном совете. Как это происходило? Расскажите об этом, интересно. Ну, говоря о самой трансформации казахстанского общества, я должен сказать, что мы не должны обвинять простых людей в том, что они очень переживали за Советский Союз. Они получали образование, отцы их воевали, сами они воевали, и, естественно, им дорогие были символы Советского государства, поэтому их надо понимать. Тогда же вот разрушились, помните, совхозы, колхозы, многие тоже, опять же, остались свободны, но без денег. И они, многие говорили, лучше бы мы, так сказать, жили бы как раньше, в бедности, но равной. Был такой лозунг. И вот это общественное недовольство, проводивое реформами, он, конечно, был заметен. И когда я работал в аппарате президента, кстати, я одно время был заведующим сектором изучения общественного мнения, естественно, вот проводили социологические опросы, естественно, было понятно, что какая-то часть поддерживает реформу и требует введения таких рыночных механизмов, но не менее большая часть хотела бы остаться на прежних позициях, жить так, как они жили раньше. Консервативно, да? Да, и вот это недовольство курсом реформ, он, конечно, был ощутим. И вот в середине 90-х годов был создан указом президента национальный совет. Что такое национальный совет? Национальный совет – это научно-консультативный орган. И в этот научно-консультативный совет входят, с одной стороны, члены правительства, генеральный прокурор, если я не ошибаюсь, представители Верховного суда и так далее, и так далее. А с другой стороны, в национальный совет вошли очень серьезные ученые, в основном обществоведы. Я помню, там был академик Авдомарик Насамбаев, академик Гарри Фулаесим. Были там также представители общественных организаций, представители нарождающихся молодых партий Казахстана. И этот научно-консультативный совет, вот он был такой буферной общественной организацией, которая позволяла власти услышать население. Эту идею слышащего государства, она тогда уже претверяла жизнь. Их заседание ввел, как правило, президент. На нем выступали представители общественности, ученые часто выступали, вносили свои предложения. Потом представители партии там же выступали. На основании выступления на национальном совете принимались определенные решения. Это, конечно, не правительственное решение, это не решение парламента, это не государственная роль. Но они носили, наверное, рекомендательный характер, да? Да, они носили рекомендательный характер, но позволяли руководству страны услышать биение сердца, так сказать, простых казахстанцев. И национальный совет для своего времени сыграл, на мой взгляд, такую очень серьезную, позитивную роль. Я сейчас повторяю, значит, там были представители научного мира, спортсмены были, представители партии, движения. И их приложения, их записки, их выступления, они тщательно изучались. И я думаю, что многие из них проводились в жизни. А вот какие интересные вопросы, проблемы поднимались на заседаниях национального совета? Кстати, скажем, создание работы Ассамблеи народов в Казахстане. Это вот на национальном совете эти вопросы обсуждались. Потом, значит, рассмотрение самочувствия, социального самочувствия населения в определенном регионе, скажем, там, где чувствовалось недовольство. Потом, значит, выносились рекомендации, как эти вопросы решать. Потом вопросы образования, вопросы здравоохранения ставились, вопросы науки в Казахстане, дальнейшее развитие. Таким образом, там были совершены разные вопросы. И надсовет действительно был таким очень, для своего времени, конечно, был довольно таким эффективным органом управления. А вот вы в каких вопросах, обсуждениях принимали участие? Вот готовили какие-то доклады об образовании или науке? Ну, как правило, моя секция — это науки и образование. Скажем, в спорт там уже были свои предложения, свои дела, свои, вернее, у них свои проблемы не выставляли. А у нас, скажем, финансирование науки, вопросы поднимались неоднократно. Потом, значит, проблемы, кстати, молодых ученых тоже там обсуждались. Потом, значит, улучшение качества образования вносились в предложение. Вообще, национальный совет, как правило, собирался раз или два раза в год. Он, так сказать, такой был орган. И, я сейчас повторяю, значит, заслушивались какие-то отчеты в руководитель ведомства. Потом, значит, принимались решения для исправления ситуации. А вот Ельбасен, Рустанович Назарбаев, вот какого у него было видения образования и науки? Ну, кстати, очень хороший вопрос. Вот сейчас-то уже, так сказать, задним умом все креп, задним умом все, так сказать, любят критиковать. Все считают, что вот он мог бы что-то такое сделать там. Я иногда говорю, дорогой ты был, лучше небольшим коллективом бы справился бы. Очень тяжелая ноша легла, конечно, на плечи Ельбаса. Это я говорю, как искренне совершенно. Вывести страну, Казахстан, которая имела очень низкие экономические показатели, страна, которая находилась в тисках между крупными державами, а миром проект крупной державы, иметь в виду, начиная с 17 века, Великие, так называемые, так называемые, Великие Державы, в свое время, скажем, Великобритания, Франция, потом, значит, США, Россия, Германия, в последнее время, значит, Китай, Япония, вот, судьбу многих стран решает Великими Державами. И вот, когда Казахстан находится в окружении таких тисках очень серьезных государств, которые имеют мощную экономику, которые имеют устоявшиеся границы, и в этих условиях, скажем, вывести страну из этого тяжелейшего положения, конечно, легла на плечи Набсултана Абеща Назарбаева. Сейчас, я говорю, легко критиковать, легко говорить, надо бы так сделать, надо бы так сделать, а как сделаешь? В стране денег нет, а приватизацию проводить надо. Естественно, приходилось привлекать иностранные кредиты, инвесторов, там, внутри-то у нас тогда, так называемые, своей национальной буржуазии же не было еще, 90-е годы. Только формировалась? Да, она выросла сейчас. Правда, наша национальная буржуазия оказалась не такой, к которому ее хотели видеть. Она стала ориентирована на вывоз капитала, а не, скажем, что рисуется здесь. Ну, что касается Казахстана, не забывайте, что именно в середине 90-х годов были проведены, делимитизированы, и демаркация границ произошла как раз в середине 90-х годов. И, кстати, в них принимал активно участие нынешний президент Касун Джабард Кемештукаев, тогда он был министром иностранных дел, я это хорошо помню. Он был министром иностранных дел, и вот эта тяжелейшая работа по определению границ, она, конечно, принесла свои плоды. Не все, далеко не все республики Советского Союза бывшего, в том числе, кстати, Россия, имеют до сих пор определенные границы. Они имеют спорные территории, так называемые. Ну, помните, значит, с Японией проблемы есть. Вот сейчас возникла проблема, скажем, с Украиной. А Казахстан в свое время провел делимитацию и демаркацию границ. Конечно, в чем-то, я так думаю, что нам пришлось уступить Китаю. Но в чем-то они нам тоже уступали. И спорить с многомиллиардной страной особо тоже, потому что это не очень хорошая проблема. Перспектива, да. Перспектива, да. Ну, при этом, по словам Касымжа-Мартукаева, по спорным участкам Казахстан сумел убедить и получить большую долю, чем потерять. Да, и Тукаев в своих монографиях об этом пишет, в своих воспоминаниях. Потом, значит, три, так сказать, проблемы надо решить. Так сказать, ну, если так кратко сказать, решение экономических вопросов, то есть насытить рынок товарами, продуктами. Этот вопрос был решен, мне кажется, в Казахстан уже к 95-97 годам. И Казахстан был признан международными агентствами страной с рыночной экономикой. А это далеко не всем этот индекс прислабится. Вторая задача, значит, устойчивая политическая система. Ну, нет в мире идеальных систем, которым нравились системы. Помните, вот, Черчилль говорил, да, говорит, демократия, говорит, не столь хороша. Но человечество не придумало лучше, ничего лучше, чем демократия. Поэтому будем пользоваться тем, что есть. Да, поэтому надо пользоваться тем, что есть. И вот сама политическая система, мне кажется, она была адекватна реалиям того времени. Ну, сравните, скажем, Кыргызстан. Они говорили, да, демократия, демократия. Во что это вылилось? Бесконечные перевороты, бесконечные унижения, побеги президентов, приходят к власти каких-то новых лиц, толпа, власть толпы, охлакратия просто. Выходят на улицу, назначают своих президентов, как будто в каком-то оле находятся. Или, скажем, можно привести другие примеры. Я бы привел, скажем, по Кавказу или по другим республикам бывшего Советского Союза. Казахстану удалось избежать этих политических катаклизмов. То есть политическая система у нас оказалась довольно устойчивой. Устойчивой, стабильной. Это, несомненно, плюс. Да, ну и нет идеальных систем. Кстати, вот, Арман, есть такая очень серьезная вещь, о которой я должен сказать. Это вот большевистская пропаганда. Нам постоянно говорили, что можно построить идеальное общество, типа социализма, коммунизма. Утопия. Да, это утопия. И вот многие люди сейчас думают. Нам дали возможность размышлять, нам дали возможность, так сказать, говорить. Люди этим недовольны. Они говорят, как это так? А где вот все требуют построения идеального общества? Она невозможна просто. Посмотрите, сам богатый стран, там, япония или, скажем, Арабские эмираты. Я уверен, там, тьма недовольных. Ну, свои катаклизмы там тоже проходят. Да, это нормальные вещи во всем мире, то, что мы обсуждаем. Ну, вот, Буркал Юрьевич. И третий вопрос, третий проблем, значит, что было решено в эти годы? Первый вопрос, экономический, политический проблем. И третий, значит, это, конечно, проблема культурно-духовного плана. Все-таки тренд воспитания казахстанского патриотизма, устойчивость населения. Да, много людей выехало из Казахстана, скажем, европейское население, славянское население уезжало. А с другой стороны, как можно было бы их удержать, если бы государство стало вмешиваться в их право на переезд. Это их законное право, конституционное право. Да, это было законное право, никто их не гнал, скажем. Уехали, кто-то назад вернулся. Ну, так или иначе, в общем, стабилизировалась, так сказать, мне кажется, демографическая ситуация в Казахстане. И, конечно, казахстанцы себя почувствовали гражданами, это очень важно, своего государства. Никакого там эфемерного Советского Союза. И в этом плане перенос столицы из Алматы в Акмалу, мне кажется, сыграл ключевую роль в становлении сознания казахстанцев. Да, что мы можем, что вот мы сделали это. И Казахстан без каких-либо толчков или каких-то, так сказать, указаний извне, впервые свои истории, я имею в виду новейшие истории, построил новую столицу, в которой мы гордимся, в которой живем, кстати. И я уверен, но и казахстанцы гордятся тем, что они выстрелили новую столицу. Приведите мне, пожалуйста, пример, даже из постсоветских стран, где был вот такой случай. Да, действительно, подобрать сложно. Очень легко, очень легко критиковать и очень легко быть недовольным просто. А надо все-таки позитивные вещи тоже смотреть и узнать. Вот, Баркал Георгиевич, в процессе вашего рассказа у меня два вопроса возникло. Вы переехали в столицу позже, да? В 2008 году? Это было связано с вашим назначением на пост директора Института истории государства. На должность. Как это произошло? Почему вы возглавили этот новый научно-исследовательский институт? Арман, я вспоминал этот случай. Декабрь 1991 года, когда распался Советский Союз. В декабре в Алмате собрались лидеры государства, которые подписали декларацию. Она называется Алматист декларация. Я хорошо помню тот день. Работая в пресс-службе, я как бы находился, ну там готовились документы. Мы там, пресс-служб, как правило, организовывают средства массовой информации, работают с телеграфным агентством, готовят пресс-релизы и так далее, и так далее. И вот, когда все это завершилось, и когда была подписана декларация алматистская, для меня это был самый счастливый день в моей жизни. О создании СНГ, да? Да, что распался Советский Союз, что Казахстан стал признаваться как объект международного права, или субъект международного права. Казахстан стал подписывать собственные документы, именно как независимое государство. Я как историк понимал, что это произошло величайшее событие, и это была мечта нашего предка вообще. После разрушения казахского ханства, это была мечта и Алихана Букиханова, и Мерджахова Дулатова, и Турара Скулова, и Макжана Жамоваева, и вообще все казахстанцы. Я думаю, что Григорий Потанин, если был бы жив, он был бы... Он был бы счастлив. Он был бы тоже счастлив, потому что он очень любил наш народ. И вот я помню, мы с другом вышли вечером, и мы друг другом обнялись. Он тоже ждал этого момента, когда подпишут договор. Все это проходило в Доме дружбы. В Алматы. В Алматы, на Курмангазе. Там улица Курмангазе, пересечении Карла Маркса, сейчас улица Кунаева. И там Дом дружбы, рядом с Академией наук. Я очень хорошо помню, вечером мы очень так, это были очень рады этому. И, правда, мы отметили потом этот вечер. В то же время я понимал, что не всем это нравится, подписание этой декларации. Многие говорили, как это так, как можно жить без Советского Союза. Я говорил, да, мы счастливы, мы теперь будем решать свою судьбу сами. Для меня это счастливый день. Во всем моей жизни, я думаю, что и значение становления Казахстана, как независимого государства, с каждым днем и с каждым годом будет ощущаться все больше и больше, как позитивный фактор. Интересно, вот как в пресс-службе вы готовили это мероприятие. Пресс-релизы кто готовил? Что вы там писали? Ведь это же буквально на ходу происходило, наверное, да? Я вот даже сейчас представляю. Почему на ходу? Вообще, подписание... Кто готовил проект этой декларации? Подписание глав государства – это дело очень сложное. Заранее все там говорится. Заранее согласуется текст и повестка заседания. И съезжается делегация заранее. Этим вопросом занимается, скажем, правоотдел. Занимаются уже помощники президента. Глава правительства – это люди более высокого уровня. А пресс-служба – это, кстати, элитный отдел в аппарате президента. Почему? Потому что пресс-служба готовит выступления президента, готовит доклады, освещая деятельность президента и самого аппарата. Это такая очень сложная работа. И тогда руководительный аппарат был Нуртай, Абукаев. Руководительным пресс-службом был Гадельбек Минажевич Шалахметов. Он сейчас работает профессором в юридическом университете. И Игорь Матвеевич Романов. Они оба были профессиональные журналисты. В общем, пресс-служба – это небольшой коллектив человек. Как правило, 10-12 человек там работают. Жен-Спех Сотамаратов, Николай Ларин, Михаил Черков. Михаил Черков сейчас депутат. Я, Шахизада Хутаяхов. Вот весь коллектив был. И сама пресс-служба – это встреча средств массовой информации, потом, значит, работа с ними, подготовка вот этих пресс-релизов, освещение вот самого процесса. Я хорошо помню, что мы просто не понимали, но сам распад Советского Союза – это было событие мирового масштаба. И приезжало очень много НХК, приезжало очень много зарубежных, таких легендарных радиостанций, телеканалов. CNNN, NHK, все эти американские, французские, немецкие, английские телеслужбы. И, значит, они вот освещали весь ход этих событий, не говоря про, скажем, про представителей, скажем, постсоветских республик. И тут же, тогда мы, это в 91-й год, у нас же не было таких новых технологий. Мы смотрели прямо те японцы, когда японцы или американцы ставили какую-то, скажем, палку, и тут же начинали освещать события, тут же передавали информацию прямым текстом, скажем, за рубеж. Это же великолепно, новые технологии. А мы же были тогда очень отсталы в этом плане. И освещение работы вот этого саммита, освещение Алматинской встречи, она, конечно, в моей памяти осталась, я с удовольствием всегда о ней вспоминаю. А она где проходила? Тоже в доме дружбы. В доме дружбы. Потом, так сказать, во время перерыва главы государства уходят же, чай попить там. Например, я в Лизе видел практически все главы государств СНГ. Борис Николаевич Ельцина, Кучму, Шушкевич Владислав, был тогда председатель Верховного Совета Беларуси. Они выходили как? Довольными или озабоченными? Разные. 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 Президент Узбекистана, Аскара Каиш, Кыргызстан, все там были. Кроме, ну, Грузия тогда, я помню, прислала только наблюдатели. Они были, так сказать, заняты своими делами. Вот, а так Армения, руководители Армении, руководители Азербайджан, тогда был Гаяц, Муталибов. Вот, они выходили, что-то обсуждали с помощниками, что-то там согласовывали. Ну, мы не имели права там, скажем, подходить близко, прислуживаться к их разговорам. Наша задача, как я уже говорил, это обеспечение мероприятий, информационное обеспечение. Ну, естественно, тут же готовились пресс-релизы для средств массовой информации. И на английский язык кто переводил? А у нас были специальные люди, которые работали в отделе. Вот тогда, по-моему, Галина Суворова была, еще там Баян переводил на английский. У них был очень сильный английский, очень хороший английский. И вот мы сидели, писали, готовили пресс-релизы, которые тут же переводились на другие языки. Вообще, английский язык, он же международный язык. Поэтому, что японцы, что китайцы, они спокойно на нем говорили и общались. Что там творилось, скажем, внутри здания? Во-первых, я это не видел. Во-вторых, даже если бы увидел, не имея права говорить. Ну, я могу говорить только то, что вот за пределами самого зала заседания. Заседание проводится в закрытом режиме, туда доступ ограничен. И это правильно. Тем более, журналистов туда, как правило, не пускают. Они бывают только в начале, снимающие, потом они уходят. И в конце, когда, значит, очень важно во время любой встречи или саммита, очень важны итоговые документы. Да, да. Если, скажем, саммит или встреча удалась, в конце главы государств дают интервью, делают какие-то заявления, что вот сделано то, то, то. Я помню, что после завершения Алматинской декларации у многих было такое приподнятое настроение. Знаете, почему? Почему? Мне кажется, она связана была с августовскими событиями 1991 года. Сейчас-то народ, наверное, уже подзабыл. Вот в 1985 году, в 1985 году началась перестройка, да? В 90-м годах стало понятно, что СССР в этом виде не должен и не может сохраниться. Нужно его менять. Мнения здесь разделились. Некоторые говорили, да, надо менять все в корне. Радикально надо менять. Другая часть, она стояла на консервативных позициях, считала, что надо вернуться к прошлому. И вот 19-го, 20-го вспыхнул вот этот мятеж. Августовский путь. Да, путь. Это был мятеж, по сути. Это был конституционный акт. Антиконституционный акт. Это был антиконституционный акт. Почему? Потому что Михаил Сергеевич Горбачев, тогдашний первый президент СССР, находится в отпуску. А здесь, значит, лица, Янаев, который исполнял функции... Вице-президента. Да, он был вице-президентом. Он оставался как бы на хозяйстве. И Павлов, тогдашний премьер-министр СССР, ряд генералов затевает такой... Создают Государственный комитет по червячанным ситуациям. Значит, закрываются средства массовой информации, кстати. Здесь мы поняли, что что-то случилось ненормально, потому что с утра до всех телевизоров замелькали эти балерины. Лебединое озеро танцевали. Стало понятно, что что-то случилось не то. Вот, никакой нормальной информации. Все эти прекратились, прекратилось вещание, кроме этих лебедей, балерин, которые бесконечно там танцевали. И где-то, по-моему, уже там же три часа разницы. В Москве одно, у нас по-другому. Только потом, когда они вышли, вот эта шестерка вышла для оглашения своих намерений, они взяли какого-то представителя колхоза в состав ГКЧП и стали говорить, что так жить нельзя, что надо, значит, выстраивать прежнюю, возвращать прежнюю порядки и так далее, и так далее. И стало понятно, что ГКЧП, она призвана сыграть роль такого, знаете, огромной консервативной машины, которую хочет вернуть советский народ прежнюю стойло. Грубо говоря. Стойло натурально советское. И возникло такое острое, знаете, противоречие. Кто-то втайне радовался, может быть, действительно хотел возвращения Суэта-Суэза. Но интеллигенция Хазахстана, особенно интеллигенция Алматы, я хорошо помню, они беспрестанно звонили, они звонили, потом писали письма. Я ходил принимать эти письма. Совет Хазах Атаев, Мурат Ауэзов, они писали письма, что мы поддерживаем, мы не поддерживаем ККЧП, мы поддерживаем конституционный строй Совета Суэза, и мы поддерживаем реформаторский курс Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. И вовсе возникло такое, знаете, напряжение сильнейшее. И если 20-го, по-моему, августа, если я уже по памяти не забыл, 20-го августа в зале заседания администрации президента на втором этаже, это вот, где сейчас располагается город Акимат, городской Акимат, там проходило заседание, и я вот сидел в зале, выступал профессионалович Назарбаев, потом женщина была, она каким-то образом оказалась в Ломоте, Жавронкова, по-моему. А, депутат, который жаловался? Нет, она была секретарем ЦК КПСС, почему-то она стала говорить, что в Москве вот коммунисты бьют, там мы были, так сказать, удивлены, потому что я был на постоянной связи с московскими журналистами, с московскими деятелями. Там никто коммунистов не бил и не собирался. Да, это же прям по партийному дискриминации. Да, они мыслили, на котором мыслит она, все-таки, однобок. Выступал очень, говорит, что Серик Абдахманов, он, правда, ругал Ануфрию, был тогда такой второй секретарь. Ну, вот, такое, довольно, очень, такие были, различные мнения на этот счет. И успокоил всех на Шултана Абдах, на Зарваев, когда он сказал, да, мы выслушали все внимания. Ну, я говорю, то, что я слышал, то, что я помню по памяти. Он успокоил людей, которые там собрали, сказали, что мы будем действовать в правовом поле. Мне это хорошо запомнилось в правовом поле. И он поддерживал, конечно, конституционный строй. А затем на завтра последовало его заявление, что, значит, Казахстан не поддерживает ГКЧП. Вообще, Казахстан не поддержал ГКЧП. А ряд лидеров республики как раз поддержали ГКЧП. И были такие тоже. И это вопрос был такой. Или-или. Или-или. И сами лидеры ГКЧП были неубедительные. Они даже толком вот этот мятеж не сумели организовать. То стали вводить войска, то стали выводить эти танки. Потом стали погибать люди на улицах Москвы. Но не коммунисты, кстати. Когда погибли трое молодых людей, которые требовали, чтобы убрали эти танки из Москвы. Потом Ельцин их наградил, этих троих. Я, значит, сидел на связи и через свои каналы, через телефонные связи. Тогда же не было ни интернетов, ни ватсапов. Да, сложно было. Да. Это была очень тревожная день. Мы чувствовали, что ГКЧП – это опасность суверенитету Казахстана. И это была, если ГКЧП победила, скажем, да, это опять же одна монополия партии КПСС, опять те же совхозы-колхозы, те же байки о построении коммунизма, ну и так далее. И вооружение бесконечное. Это могло бы вернуться просто. И мы очень не хотели, чтобы ГКЧП победила. Что касается моего назначения, когда я работал в Алма-Ате, был главным редактором казахской энциклопедии. Это такая очень хорошая, серьезная организация. Вот очень дружный коллектив, кстати, у нас был. И мы даже имели свою футбольную команду. Вот кроме науки, кроме книг, которые мы выпускали, очень серьезно занимались. И спортом. Такое очень... Поддерживали коллективную душу. Хороший костяк коллектив собрался. И где-то, по-моему, в августе... Нет, уже в сентябре. В сентябре, значит, пригласили в Астану. Прошло собеседование. И предложили должность директора института. Институт только открывался. Он назывался Институт истории государства в Астане. Это был совершенно новый институт. К тому времени вообще в Казахстане было уже три института. Один из них – институт археологии. Второй – институт Востоковедния. И третий – альмаматор всех институтов. Это институт этнологии имени Чуканова-Алиханова. Где мы защищались, где мы проходили обучение в свое время. И вот уже в новых условиях стало понятно, что нужен новый институт. Причем этот институт должен был располагаться в Астане. И институт, согласно поставлению правительства, должен был заняться изучением новейшей времени. В основном, конечно, периода независимости. Я даже хорошо помню этот день, когда я сюда приехал. Это было 8 октября 2008 года. Пришел министерство науки и образования. Вручили мне копию приказа, что назначен. Ну, уже я знал, что приказ уже вышел. Обычно приглашают, когда приказ вышел, потом приглашают, чтобы принять дела. Пришел Арман, много это и сам знаешь, как это происходило, потому что тоже был один из первых, кто пришел в этот институт. Здание было в зажигалке, мало комнат, очень мало народу. И я посмотрел, там буквально 3-4 человека работали. Или 4-5 человек, может быть. Все молодые. Все молодые были. Потом пригласил Жабая Калиева. Могу рассказать, да? Да, конечно, рассказывайте. Пригласил Жабая Калиева. Он тогда исполнял функции, он был ее директором. Ну, власть теперь перешла ко мне. Я говорю, Жабая, институт красен не зданием каким-то, он институт, так сказать, может состояться, если в нем работают очень хорошие ученые, известные ученые. Стали мы искать ученых, когда, значит, я знал, когда, вот, интересные вещи, вот, когда я узнал, что уже утвержден, надолжен директора, я пригласил ряд очень серьезных, хороших ученых из Алматы. Представляешь? Вот, я им предложил, сейчас я фамилию назвать не хочу. Сказал, вот, я получил назначение, уезжаю. Вы придете ко мне в остановку, поедете со мной? Ну, поставляли вопросы, а что мы там будем иметь, дадут ли квартиру. Вот, я им сказал, квартиру пока никто не обещает, я сам без квартиры. Что там нам дадут, я не знаю. Но, главное, я вас приглашаю в новое место работы, в Астану, в новое поле работы. И мы будем ставить новые труды, изучать историю современного Казахстана. И далеко не все согласились. Далеко не все согласились перейти сюда, в Астану. Кто-то говорил, ой, там так холодно, это не Алмата. Одни говорили, ой, там, что мы там, так сказать, потеряли в таком плане. Я не раздумывал. Как я уже говорил, энциклопедия, в общем-то, это была очень хорошая, очень серьезная организация. Я там себя хорошо чувствовал. Но, когда предложили должность директора Института Истории Государства, я тут же согласился. Почему? Потому что в последнее время у меня было такое ощущение, что в энциклопедии там занимаешься и медициной, и биологией, математикой. Все подряд. Да, все подряд. Мне хотелось все-таки, как профессиональную историку, заниматься своим любимым делом. В то время я уже был известным автором учебников для школ, для колледжей. Потом, значит, были очень серьезные работы. Работал я до этого уже в Гуверском архиве США. Вот, знал хорошо, как бы, зарубежные методики. Естественно, согласился. И вот, не все алматинцы, особенно алматинцы, почему-то не хотели переезжать. Ну, вспомните, когда глава государства переносил столицу в Акмалу, да, в Астану. Далеко не все поехали, точнее, поехали только те, которые вот решили действительно поддержать главу государства. Ага. Которые не боялись. Которые не боялись трудностей. А основная масса осталась же? Да, сидели, выжидали, что там не владыки. А, давай, это то, не владыки. А когда уже пришел сюда, стал приглашать уже людей, и я очень рад, вот, скажем, тогда откликнулись, откликнулись много таких хороших ребят, посыпались предложения. Но я им открыто говорил, что, значит, квартиры не обещаю. Алима Амусевна, Аунасова. Потом имя-то из докторов наук, которые пришли к нам. Кто еще у нас тогда? Жанбул Амарович пришел. Да, Жанбул Артакпаев с Павлодара к нам. Потом, значит, Амагельда Кашкенбаев с Евразийского университета к нам пришел за в отделом. Как-то вот за короткое время нам удалось подобрать кандидатов в докторов наук. И вот через, я хорошо помню, через две недели я провел, Сергей Селиверсов к нам пришел тогда. Много вот хороших интересных ребят перешли. deja但 в том, что я говорил. Да, Остань conditioned by himself. Каленова. Вот, так сказать, группа подобралась, и Игорь Канилов из Казлорды переехал к нам. В общем, такая группа неплохая, на мой взгляд, собралась. И вот я хорошо помню, через две недели я провел заседание ученого совета. Что значит проведение ученого совета? Я пригласил туда депутата Камала Борханова, Серика Негимова, известного ученого-филолога. Гарри Фулуисима пригласил. И вот состоялось заседание ученого совета. И я сказал, проведение или заседание ученого совета означает то, что коллектив уже сложился. Потому что правомочный, юридический, правомочный коллектив, но правомочный принимает какие-либо коллегиальные решения. А потом уже представила большая работа, очень большая работа по пробиванию площадей для института. Институт до сих пор располагается там, где мы его тогда получили. Мы делали параллельно очень много работы. С одной стороны, приобретение оборудования, получение площадей. С другой стороны, подготовка научных трудов. Все это шло параллельно. Но 8 октября я пришел. Ноябрь, декабрь. И 25 декабря мы уже проводили новогодний вечер. Уже в полном составе. И первую конференцию, по-моему, да? Да, и конференция первая была проведена. Кстати, в чем было значение этой первой конференции? И тогда те, кто колебался и не верил, что институт состоится, они приехали на конференцию. И после заседания уже по одному заходили и говорили, хотим перебраться в Астану. И к нам потом пришел Ситхали Мадван, доктор наук из Чемкента. С Алматыниска ребят перебрались, которые раньше раздумывали, стоит ли, не стоит ли. И конференция, мне кажется, сыграла такую переломную роль в том, что в общественном мнении такое, создалось такое мнение, что да, институт состоялся, раз ученый совет работает, раз люди там собрались, и много ребят, которые стали проситься к нам. С января уже 2009 года уже я сам стал присматриваться к тем, кого брать или не брать. Влад Бурка Геннадьевич, коллектив института написал очень много монографий, исследований по эпохе независимости, непосредственно о Ельбасе. Эти книги попали на стол первого президента, он их видел. Вы встречались с Тарстаном Ильичем Назарбаевым, были какие-то отзывы, пожелания? С его стороны? Да, с его стороны. Я несколько раз представлял труды историков казахстановщих, не только института. Естественно, отдельно стоял стеллаж с трудами нашего института. Естественно, он их знал. Но к чести главы государства, или вообще к чести тех, кто нами руководил, скажем так, ни один из них не говорил мне, пишите так или не так. Если вы посмотрите внимательно эти труды, там есть и учебники для высшего учебного заведения, потом есть персонали о роли президента Назарбаева в становлении Новоказахстана, как основоположника нового государства. В то же время у нас были очень серьезные, мы выпустили очень серьезную работу по голоду в Казахстане, по трагедии Казахского ула совместно с зарубежными учеными. Помните, приезжала Сара Камерон из США? Да, да, конечно. Уинкроф был из Австралии, Франсуа Изабель Огайон из Франции была. В общем, много было очень таких хороших ученых, и вот трагедия Казахского ула мы подготовили книгу. А позже книга Авруеми Парас, это вот участие Казахстанцев во Втором мировой войне и Великой Отечественной войне. Эта книга очень правдивая, кстати. И концептуально мы, скажем, в книгу о войне говорили, там не столько, скажем, генералов как воевали, мы говорили, я им говорил, покажите роль простого солдата, во-первых. Во-вторых, все фронта, в которых участвовали Казахстанцы, мы должны были показать. В этих книгах мы, может быть, во всеуслышание сказали о трагедии военнопленных. Военнопленные тоже были советскими гражданами. Молодые ребята, 17-18 лет, в ней попадали в плен, не все же они были предателями, они могли попасть в плен как раненые, или, скажем, в окружение могли быть. Таким образом, за короткий период мы выпустили очень много серьезных книг и по современной истории, но в то же время, скажем, Ситхали Десен и Ханата Ирсен выпустили книгу о жизни Жумабека Ташинова. Была подготовлена монография о жизни Алимхана Ермекова. Живая коллега подготовила свою монографию тоже по персоналям известным. Кариму Мунбаеву. Да, известному ученому, биологу Кариму Мунбаеву. То есть это были книги совершенно разного направления. Это и учебники для университетов. До сих пор университеты Казахстана обучаются по учебнику, к учебнику, который подготовили сотрудники Института Истории Государства. Потом, значит, персоналия, который сейчас говорил, о темных или, скажем, закрытых страницах истории Казахстана. И эти книги, к счастью нашему, они тут же расхватывались и разбирались по биотекам. Получалось так, что у нас у авторов даже книг не осталось. Сейчас очень серьезная работа у нас. Мы пишем, конечно, мы изучаем современность. Но в то же время наши ученые пишут и проводят исследования по другим темам. В частности, подготовлены лекции, курс лекций по истории Золотой Орды, по истории Улова-Улыша, подготовлены нашими сотрудниками. Потом, значит, по участию казахстанцев в Великой Отечественной войне подготовлена совместная книга с россиянами. И проведен конкурс среди школьников Казахстана. И даже были выявлены победители. И наши школьники из Казахстана проводили этот институт. Должны были поехать в Москву на 9 мая. Но вот этот карантин, конечно, разрушил все наши планы. Потом у нас очень много проводится совместных трудов с российскими учеными, с американскими, с украинскими учеными. И частыми гостями в институте, вы же сами знаете, бывает, и с Узбекистана крупный ученый, с Киргизии, и с Турции очень много ученых у нас, с Германии. Киндлер, вот один из ярких авторов по уголу в Казахстане, Роман Киндлер, да? Вот он не так как-то набывал у нас. Таким образом, вот Марта Брилол, которая автор книги «Казахстан». Да, да, помню. Она у нас была. Легендарная, кстати, ученая. В советское время она писала эту книгу «Казахи». Она интересно описывает, как она писала письмо Нурстана Бищу Назарбаеву с просьбой посетить Казахстан и с ним лично встретиться, чтобы написать книгу «Катапультирование в независимость». Да, очень интересно. Хорошо. Так, ну, давайте. И завершая тему. Вот как-то вот люди у нас часто однобоко мыслят, иногда мне задают вопрос. Вот вы же пишете про современный Казахстан, вы, наверное, только хвалите президента, или, скажем, пишите только про достижения в Казахстане. Я говорю, во-первых, возьмите книгу, почитайте. Мы, например, очень подробно писали, что вообще любые реформы, особенно вот такие реформы, выходы из тоталитарных систем всегда даются тяжело. И даже в учебниках и в ряде книг там прописано, что наступление рынка или формирование рынка – это тяжелейшие дела. И казахстанцы пережили это. Это разрушение аулов, это переезд в города, это и нехватка денег и так далее, и так далее. Эти проблемы мы никогда, скажем, не обходили стороной. Они у нас в книгах прописаны. И вообще, как историк, это мое, так сказать, кредо, научное кредо – писать объективно, а не так, как не заниматься лакировкой, как Хрушев занимался, например. Это же… В чем была беда вот советской эстерги? Да, там не хватало, конечно, права-то. Там все время были купюры, там была цензура, кстати, сильнейшая. Сейчас-то нет цензуры, и мы о многих вещах пишем. И вот даже гибель Алтенбека Сарсимбаева, она отражена в наших книгах, она есть. И, по-моему, никто, кроме нас, из истории об этом не писал. Ну и никто и не… Не каждый рискнет, наверное, писать на эту тему даже на постсоветском пространстве. И я сейчас повторяю, значит, то ли отношение ко мне было такое, то ли действительно цензура у нас запрещена по закону. Но никто мне не тыкал, не говорил, пишите так, пишите так. Такой не было. Ну, скажем, Ташенов, например. Джумабик Ташенов. Это очень интересная личность. Подошли наши сотрудники, мы, говорит, и изучаем, хотим написать. Я говорю, пожалуйста, пишите. И другой вопрос, значит, найти деньги на это. Это тяжелейший вопрос. И, скажем, к радости, и за что я уважаю своих коллег, они меня всегда поддерживают. Я им всегда говорю, не смотрите, не ждите от бюджета. Давайте будем искать сами. Поэтому нам приходится договариваться с фондами, договариваться с издательствами, договариваться со спонсорами, чтобы эти книги по истории современного Казахстана или по актуальным вопросам Казахстана не издавались. И я счастлив, что когда благостарственным секретарем Марат Таран были проведены очень серьезные конференции по актуальным вопросам исторической науки и вообще по модернизации исторической науки. И вот, когда мы встречаемся с коллегами из других стран, я чувствую, что у нас много очень хороших работ. Конечно, скажем, российская историческая наука, она очень сильна, потому что их много просто. Это большая страна. Размах большой. Но мы с ними на равное говорим, потому что многие передают вещи, скажем, те же, как популяционная генетика. Мы же поддерживаем ученых, которые занимаются популяционной генетикой. Или, скажем, какие-то новые направления в науке, которые мы тут же стремимся использовать в своих трудах. Мы же не можем остановиться только на анналах. Анналах все-таки 20 век, а сейчас мир-то стремительно уходит вперед, и использование технотронных видов исследований истории нами используется. Я очень благодарен своим коллегам, что они меня поддержат в этом плане. Мы не ждем, не сидим, пока нас кто-то придет и кто-то облагодействует нас. Это демократическое право? Да. Вы свободны, и вы действуете в рамках того, что вам позволяет, позволяет Конституции. Вы правильно ими распоряжаетесь. Хорошо. Большое спасибо, Бракула Германович. И так, в нашей студии был сегодня живой свидетель тех событий, эпохи становления независимого Казахстана. Лично участвовал в работе в пресс-службе при подписании исторических документов о создании как работник пресс-службе, о распаде Советского Союза. Основатель Института Истории Государства. Я не основатель, я первый директор. Первый директор, да. И институт, который пишет историю нашего независимого государства. Большое спасибо, Бракула Германовичу. Успехов вашему коллективу. И ждем новых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин